Всем привет! Короче, не было бы счастья да несчастья помогло. Появилась новая тема для видео. Будем сравнивать подделку с оригиналом. Так получилось, что покупали наушники и купили подделку. Продавец на связь не выходит, возврат не получается, поэтому снимем видео на вид. Если у вас нету таких наушников, то в принципе вы их, ну мы не отличили сразу. То есть все точно также вроде бы как. В принципе сейчас когда я сравниваю, то разница большая. В качестве чехла ощущается. То есть мы вот видим разный цвет светодиодов. Тут зеленый, если камера не отображает. Значит, сейчас я... Ага, вот даже я сейчас переписываю. Вот так. На оригинальных светодиод оранжевый, на не оригинальных, зеленый. Крышка немножко люфтит. Тут она прям все четко сидит. Что потом уже мы прочитали, потом уже узнали и сравнили, что если вы хотите узнать подделку у вас или нет, самый первый простой способ. То есть в коробке на вид все то же самое. Нас интересует книжка. В общем, все дело в том, что в не оригинальном вместо книжки идет инструкция. Вот такая раскладная. А в оригинальном идут две книжки. Говорят, что бывает вот эта книжка толще и на нескольких языках. Вот. Две таких книженства. То есть это не вот это вот полотно. Оно все, оно красивое, как бы вроде инструкция, все понятно. Но это не оригинал. Это первое, что можно глянуть. Самый верный способ это будет проверить по серийному номеру в аккаунте самсунга. Я этого не делал, когда покупал вторые наушники, потому что я пошел третьим способом. Это подключить наушники к телефону, к официальному приложению. Так, попробую показать подключение. Начнем с не оригинальных. Итак, ну я уже их в Bluetooth в мобильном телефоне нашел. Вот у меня и те, и те наушники есть. Пробуем подключиться. Звуки. Это то, по чем можно отличить, если вы знаете, какие они должны быть. Потому что, как только вы вставляете наушник оригинальный в ухо, вы слышите такой звуковой сигнал ненавязчивый. А здесь тишина. Только при подключении он голосом говорит, что он подключился. Когда мы входим в настройки Bluetooth, что важно. Вот все, что я вижу. Здесь нет никакого указания про драйвер Bluetooth. То есть, мало того, что это подделка, она еще очень плохого качества именно в плане самого звука и соединения. То есть, постоянно рвется соединение. Банально в карман вложишь смартфон, уже ты ничего не слышишь. Там, на какое-нибудь одно из ушей я выхожу. Нахожу приложение оригинальное. VR. И вот у меня есть. Я выберу. Он мне внутри приложения, он мне показывает эти наушники. Но если я их выбираю и пытаюсь подключить, именно чтобы управлять опциями, подключение не проходит. И вот это главное. Выйдем обратно в Bluetooth. Попробуем подключить вторые оригинальные наушники. Я только открыл. Ну, поскольку уже сопряжение было, они у меня сразу подключились. Если зайти в настройки, устройство будет отключено не надо. Нет, мне не это надо. Вот. Здесь тоже есть аудио устройство, мультимедийное устройство. И вот есть ACC. Обеспечивает высокое качество звучания. Сам кодек ACC присутствует. Выходим из Bluetooth. Идем в официальное приложение. Выбираем вторые наушники. Те, которые оригинальные. И оно сразу подключается. Показывает заряд. Показывает... Ну, можно выбрать эквалайзер. Можно менять настройки. Все, что должно быть, все есть. То есть, если наушники подключились, они оригинальные. Это, наверное, самый простой из самых надежных способов, как проверить. Еще немного сделаю визуального сравнения. Обратил внимание, что коробочка на неоригинальных наушниках как будто бы недозакрывается немножко. Потом, на что я тоже обратил внимание, смотрите, лампочка, а здесь отверстие. То есть, если я сейчас оригинальные открою, закрою, она засветится. Но когда она потухнет, там видно, что это не отверстие, а прямо наружу выходит светодиодная лампочка. В этом же случае тут, по-моему, ничего не светится. Светится, когда ставишь на зарядку синий огонек. Но это дырка. То есть, светодиод где-то там внутри. Вот. Интересно, если... Попробую вставить... Смотрите, если я пробую вставить оригинальный наушник в неоригинальный кофр, он не ложится. Его магнит выталкивает, не дает ему вставиться. Если положить неоригинальный наушник в оригинальный кофр, он ложится... То есть, его... А, он тоже немножко не ложится, но намного слабее. То есть, наушник его чуть-чуть как-то в другую сторону, что ли, выталкивает. Разницу я нашел в кабелях. Кабеля зарядки Type-C и USB. Тоже, наверное, не знаю, передаст ли камера. Нижний кабель оригинальный, верхний неоригинальный. Он немножко блестящий, чуть-чуть тоньше и на вид как бы мягче. Оригинальный шнур немножко грубее вообще. Он такой не скользкий на ощупь, но матовый и шершавый. Ну, это тоже как бы субъективное, но вот это создает впечатление такого дешевого китайского шнура. Вот эти разъемы, они похожи на очень многих шнурах. Ну, тут видно, что он кривой. Сейчас вот такое что-то, какое-то литье неровное. Этот явно красивее на вид. Купить. И вот у нас сразу мне выдает угол список магазинов. Из них раз, два, три ссылки как раз на магазин, который продает неоригинал, выдавая за оригинал. В чем проблема? То есть, на самом деле, наверное, продавать копию наушников для тех, кто хочет купить копию наушников, вполне себе, ну, ничего там криминального нет. Этим пользуются мошенники. Все дело в том, что у человека переспросили, у продавца переспросили оригинальные наушники или нет. Он сказал, что оригинальные. Вот. Итак, перейду на сайт. Сайт Mac Planet. Ну, что меня смутило, потом уже, по факту, когда я начал смотреть. Здесь указан один номер телефона. Он единственный. Больше никаких контактов. Если тут заказать, они вам перезвонят для подтверждения заказа. Но если вы попробуете им звонить на телефон, они не поднимают трубки. То есть, когда мы поняли, что наушники подделка и хотели их вернуть, мы не дозвонились до продавца. Вот это уже является признаком мошенничества. Копируем ссылку. И попробуем поискать информацию про этот сайт. Переключаем язык. Отзывы. И сразу же. Мошенники. Видуги клиентов. Вот, я уже переходил по этой ссылке. Сразу покажу. Сразу отзыв. Два сайта. Сайты-близнецы. Мошенников. Торгуют поддельной продукцией по заоблачным ценам. Номера телефона, указанные на сайте, не отвечают. Электронная почта не работает. Письма возвращаются отправителю. Как бы тут достаточно отзывов. Все, в принципе, пишут. Некоторые пишут благодарность за то, что спасибо, что предупредили. Вот. Можно еще поискать по номеру телефона. Отзывы тоже я здесь уже был. Так. Ступень на беспеке. Сто процентов. И пошли комментарии. Продают поддельную технику, после чего на звонки не отвечает. Продажа техники подделки. Интернет-магазин номер такой-то. Продают поддельную продукцию. Утверждают, что оригинал. Также есть адрес город Херсон. Миколаевский шоссе 19. Торговый центр Европорт. Интересно. Торговый центр Европорт. Где-то я находил ссылку. Тут есть комментарий такой. Кто-нибудь знает? Магазин конфискат из Европы. В общем, какой-то там магазин технопаб мобильных телефонов. В инстаграме пишут адрес магазина. Второй этаж. Миколаевский шоссе 19. Очень хочу узнать поподробнее. И ему пишут. Мошенники самые натуральные. Берут предоплату. По этому адресу такого магазина нет. Почему-то мошенники полюбили этот адрес, видимо. И используют его уже не один раз. Потому что здесь тоже указанный адрес. Этот же город Херсон. А посылка пришла из Киева. Ну, теоретически что-то такое может быть. Но мне кажется, когда это крупный магазин. В общем, не попадайтесь на схему мошенников. Проверяйте хорошо при получении товара. Всем пока.